Проект Дворца мировой юстиции в Саратове закрыт. Анонсированный еще пять лет назад, он был заморожен, едва начались работы по ремонту помещений для мировых судей. Лишь изредка сквозь информационный поток пробивались заверения ответственных лиц, что проект не брошен, вот-вот пойдет финансирование и уж тогда. Но не судьба. Точно такое же, как и пять лет назад, только территория выглядит более заброшенной. Изрядно потускневший плакат на стене появилась брешь в заборе. Пластиковые окна, пожалуй, единственное, что снаружи выдает хоть какие-то попытки отремонтировать здание бывшего колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений на улице Зеркальная. В 2014 году сообщалось, что на ремонт потрачено 10 миллионов рублей. Помимо окон, на эти деньги смонтировали новые системы отопления и водоснабжения, восстановили кровлю. Тогда же проекты заморозили. С тех пор прошло пять лет. В областном комитете по управлению имуществом подтвердили, объект до сих пор находится в оперативном управлении Центра обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области. О кончении проекта сообщили в областном комитете по обеспечению деятельности мировых судей. Причина, по словам его председателя Александра Васильева, не только в нехватке денег, но и в отрицательных отзывах общественного. Мы его передаем сейчас городу. Этот проект, от него отказались. То есть проект, вот этот вот дом мировой юстиции, который раньше обсуждался много, но, к сожалению, вот он не пошел дальше. Вообще проект, вот этот вот, он был сложный. Его критиковало общественность о том, что гражданам будет, например, с заводского района тяжело оттуда добираться. Но, тем не менее, его изучали. С одной стороны, он был, ну, можно сказать, жизнеспособен, обеспеченный было бы проще и, может быть, удачнее в одном месте, когда бы все были. Ну, вот, с другой стороны, общественность нас критиковала за то, что людям с окраин добираться будет тяжеловато оттуда, в Ленинский район, например, с заводского, с окраина Октябрьского, понимаете. Ну, и потом он дорогой в его реализации. Здание все-таки было старое, там 70-е годы. Теперь мы работаем, ну, как и работали, так скажем. По словам Александра Васильева, здание бывшего колледжа сейчас передают городу. И пока неизвестно, что в нем будет находиться впоследствии. Да, это так. А мы хотели бы узнать, что там планируется размещать. Пока мы еще планируем его приобрести. Когда приобретем, тогда мы будем планировать, что там будет. У нас в Тельске не хватает помещений для того, чтобы разместить все наши утверждения, предприятия и сольфлок, кто у нас планирует. По оценкам 2014 года, на восстановление здания требовалось по предварительным расчетам порядка сотни миллионов рублей. Но дело не дошло даже до разработки проектно-сметной документации. За пять лет сумма могла существенно подрасти. И логичен вопрос, а есть ли у города, вечно сидящего на бюджетной диете, деньги на восстановление?